Представляю вам соперника в синем углу, боец из России, город Улан-Удэ. Ему 26 лет, рост 173 сантиметра, вес 67 килограммов, 750 граммов, профрекорд 8 боёв, 6 побед, одна одержана нокаутом, 2 поражения, Ватим Луфсана! Его соперник в красном углу из Узбекистана, город Джизак. Ему 28 лет, рост 178 сантиметров, вес 68 килограммов, профрекорд 2 боя, 1 победа, 1 ничья, Боба Усмон! Батура! Рефери боя Роман Петров. Красного угла. Соблюдайте правила, внимательно слушайте мои команды, пожмите руки, обоим удачи, по-моему. Постраст, рост и вес боксеров на ваших экранах. Если сравнивать... Чуть-чуть постарше Боба Усмон, возможно поопытней в плане любительской карьеры, но опять же больше профессиональных поединков на счету у Вадима Луфсанова. Да, ну если мы говорим про Батурова, про его любительскую карьеру, у него несколько чемпионатов мира за плечами. Да, ну и представляем, да, серебро. Ох ты, хороший боковой там, поцепляем. Вот-то поймал. Поцепил, поцепил, да, такая флешка можно сказать, но все-таки это нокдаун. Самая настоящая флешка, средней рукой, очень хорошо получилось. Боба Усмон подцепил здесь боковым с передней руки. Боба Усмон. Повнимательнее уже смотреть за этим поединком. Прошло и минуты, как один из боксеров оказался на карпасе. Ну сразу так руки повыше поднял. Боба Усмон пробирается на среднюю дистанцию, старается все вернуть обратно. Да, на самом деле Батуров видно, здесь уже собрался. Какая действительно флешка. Несмотря на то, что у Вадима Лупсанова из шести победных поединков лишь одна досрочная победа, он достаточно физически сбалансированный боец и с такими плескими, плотными, тяжелыми ударами. Ну и как мы сейчас замечаем, с отличной передней рукой. Уже снова джебом очень острым достал соперника. Иногда он это не будет, конечно, забывать. Мы вспомним его поединок против Сергея Лупковича, когда там выдался достаточно такой, пусть и не совсем близкий, но в то же время конкурентный бой выдал тогда. Да, очень конкурентный бой. Ох ты, и снова в разрез. Ох-ка. Это уже серьезная заявочка. Да, здесь Вадим Лупсанов показывает себя отлично. Второй, да, он в первом раунде, так откровенно говоря, просто рассыпается пока здесь. Обоусмол Батуров именно в защите. Да, просто не хватает скорости, как будто реакция здесь. Пойдет ли вперед Вадим Лупсанов? Постарается ли он штурмануть пойти, скажем так, на все деньги? Батурову нужно внимательно поднять блок, поднять руки. Ну, окрайно говоря, он пропустил два атака, один в передней на встречу, а тут еще и в разрез дальний. Начинает. Батуров сейчас заряжается, да, заряжается. Нужно внимательно. Батуров не дал заднюю. Так же все идет вперед. Батуров очень опытный, очень искушенный боксер. Он сейчас постарается собраться и вопрос, что получится ли у него это. А Вадим Лупсанов, кстати, не бросается вперед и так снова начинает разыгрывать до верного. Очень-очень быстро у Лупсанова летят руки. И вот это как раз то, что он не понимал. Такое ощущение, что вот этих узлов, как раз таких и не видит букву условных, пропускает их, да. И тот другой удар, там, залетели просто так, точно, быстро. И в том и другом случае так подломились ноги здесь где-то. Трума, трума, трума. Трума, трума. Хорошо. Да. Просто Украина забирает первый раунд Вадим Лупсанов с двумя нокдаунами. Все хорошо, все хорошо, как и работает? А когда канатом жмешь по корпусу задний прямой, видишь он открывается когда жмется с канатом? Подержите, подержите, лёд подержите, лёд подержите. Секунданты за ринг. Секунданты, выходим. Капу взял? Паркс! Посмотрели мы только что эти локдауты. Да, предыдущего раунда. И прям там было зрелищно. И первый, и другой удар так хорошо залетел. А второй вообще навстречу там воткнул буквально. Пока скорость и реакция вадима. Пацанова решает в этом поединке. Но мы только увидели первый раунд. Да, посмотрим. Ну, опытнейший Бубоус Монт всё-таки. У него там колоссальное количество поединков у любителя. Но в том, насколько сможет он подобрать всё-таки ключики и сможет ли восстановиться. При всём при этом, да, Вадим Упсанов не бросился такой. О, хорошо попадает здесь уже Батуров. Ну да, Упсан не стал добивать. Как-то бросился. Не бросился, по крайней мере. Да, может быть. Чувствовал, что он может попасть. Батуров забирает середину ринга и начинает подавливать. Работает первым номером. Хорошее движение такой боксеров. Там Кустов подсел немножко на ногах. Вот это хорошо попадает Батуров. Но здесь Упсанов на самом деле неплохо так ответил. И такое ощущение, что Батуров так подсобрался, включился, хорошо пробивает скорпуль. Стоп, стоп! Как, как? Это прям уже даже немножко борьбы. Поднимаясь, так Бубоус Монт посмотрел на рефере. Не будет, но и какие-то замечания. Пока ничего не сделано. А Роман Петров видел, что там. Пока для первого раза все вполне приятно. Вот, бой, удар в галерке от Бубоус Монт. Отпусти! Как? Вот в этом клинче очень хорошо себя чувствует. Поджимает, поджимает Батуров канатом своего соперника. Головой аккуратнее, головой вешу. Макс! Старается, старается немножко так повернуть поединок, конечно же, в свою сторону здесь. Буус Монт, потому что, ну, такое начало, скажем так, откровенно для него провальное было. Два настауна в первом раунде. Давай не поворачивай. Макс! Батуров сейчас, очевидно, начинает давить на соперника, почувствовал дистанцию, почувствовал, как проходить Вадиму ближе. Возможно, где-то было немножко такая лидооценка со стороны Батурова в сторону Вадима Луксанова. Не держать! Невозможно. Стоп! 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 Вот здесь немножечко такого грязного бокса. А Батуров понимает, что вот средняя дистанция, на которой он пропустил очень опасных два удара в первом раунде, это ненужная игра. Поэтому мы видим, он либо работает с дальней, либо сразу приживается вблизи. Старается не остаться на среднем. Ну это такое. Сейчас дуэль взглядов была в этом клинче. Поксеру видно очень заряженную. Хотел победить. Одними глазами как бы соперника не побить. Поэтому у нас продолжается так. Поэтому они включают свои полотухи с обеих сторон. Ох, как опасно. Да, выпустил. Аперклот с дальней руки Луксанов. Держит! Подпишивает, да. И рефери Роман Петров уже не первый раз об этом говорит. А что здесь остается? Батуров приходит на свою дистанцию, начинает клинчаток, очень серьезно разбивает. И не рискует ни тот, ни другой, пока на ближней дистанции не так много разменов мы видим. Смотрим, что будет дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Как будто Вадим Лупсанов перестал использовать свою скорость, немного поддавливает соперник и здесь нужно вспоминать, как он в первом раунде хорошо поймал оппонента Начиная, не наращивает, не развивает, скажем так, свои атаки у Лупсанов, а у Луфмонов так он подразстрелялся и сейчас Ватуров так идет откровенно вперед Ну вот и в таком моменте может быть поймать и навстречу Лупсанов А вы что бы увидели, Александр? Его ударной мощи вполне может хватить, чтобы вот таким ударом навстречу отправить в нокдаун соперника, а то и нокаутировать Который сейчас навязывает свой поединок, лезет на эту ближнюю дистанцию Он понял, что тактически он подпрыгал, конечно, в первом раунде, слишком много отдал инициативы, не поцелил где-то соперника И теперь за счет вот этого постоянного давления, прессинга вот этих клинчей Хорошо, потому что он заряжает встанье руки, несмотря на то, что рисковал сам пропустить в этом эпизоде И чаще-чаще, дабы бы успокоил поджимать своего соперника вот сюда к канатам Все чаще и чаще он зажимает У канатов остается, при этом очень много силовой борьбы навязывает здесь Батуров А это силовая борьба, она все-таки забирает силы, закисляет А главное, лишает скорость Да Пацану ему нужно либо лучше работать Пацан колеснул там левым крюком Ох да Шарик только на месте Пока на месте, но видно, что Мактуров почувствовал Он уже что-то принял этот тяжелый удар на себя, что там где-то ноги подсели Да, но это, кстати, тот самый удар, который мы видели в первом раунде, в развес Да, левый пол Хотя Лупсанов он хорошо проходит, наверное, мы его еще увидим в действии Но этот удар вообще, как бы, в разносторонних стейках, когда старцевая работа, достаточно эффективное оружие Но при этом, смотри, Слобо Батуров прорвался на среднюю дистанцию и начал тут подвязывать своего соперника Вмешался рефери А еще два удара по корпусу от Батурова Он продолжает так этими ударами забирать силу своего соперника И вот Лупсанов начал двигаться Да, очевидно, он понял, что не стоит застаиваться у канатов В разные стороны показывает сопернику, что не будет оставаться здесь у канатов Плохая атака от Батурова, но защищался здесь у Абдин Лупсанов Снова борьба Почему-то Батуров не услышал сейчас сразу же А может быть не хотел услышать, очень ему нравится вот этот такой клинч Такая стратегия, определенная хорошая работа на средней дистанции Такая серия, снова достаточно грязная Ну и здесь неплохо, пару ударов вот в этом вот натиске Батуров донес Подержите лед А ты почему заряжаешься там на один удар, ты почему не работаешь в серию? Ну видно, как нитка у него болталась, на перчатке, по-моему, на этой Ты почему надо, Сань, колокольчик? Секунданты Секунданты, сдали Сейчас мы услышали, как у Вадима Лупсанова просили его работать серией А действительно, вот эта работа одиночными ударами Подстроился к ней у Буисмонов и как бы уже очень просто становится Батуров, откровенно говоря, мне показалось, что второй, третий раунд так просто строился и подзакал Зажимает снова Здесь в углу своего соперника Батуров Лупсанов снова начал чуть больше двигаться на ногах И дает по себе просто так попасть Не хочет сам вставать канатом Такая пока что легкая серийная работа Опасно, хорошо опять Лупсанов в дальние руки в разрез Сейчас увидел, мне кажется, этот удар Все-таки налетел на него Буисман, но не так плотно Пока на месте высоко держит ее Буисман Максимально полностью блокирует себя с правой стороны Хорошо, пока он клещет Батуров, не сразу клинчует Ну да, так часто Лупсанов пробивает этот удар Чтобы Батурова уже просто привязать можно А он так и держит, посмотри на сколько Он высоко держит эту руку Он прям откровенно как с щитом ей прикрывается Идя вперед, через туловище заходит сюда в атаку Буисман Но в чем опасность? Батуров часто начинает этой рукой свои комбинации Прямо дальней правой И здесь как раз может быть на встрече встреча Да, это как бы такая классическая Твоя должна быть атака Когда соперник работает в противоположной педостойке И такое ощущение, мне кажется, что вот эта тактика Буисмона Она подизмотала все-таки здесь Вадима И он не всегда успевает где-то отработать Он реже стал отвечать, реже стал встречать Поставляет очень много двигаться своего оппонента А у нас поединок только подошел к своему эвакуатору Хорошая комбинация здесь от Буисмона Он сразу бросается сюда вперед Стоп! Выше голову! Выше голову просят рефери от Буисмона Да, конечно, Батуров откровенно наседает на соперника Прижимает его к канату Он старается чилизовать вот эти технические действия своих ударов Хорошо, два удара с дальней руки Первый по корпусу, второй куда-то в область головы Головой бьешь Стоп! Стоп! Да, ну здесь много, конечно, работы у рефери Да, и поединок становится таким грязноватым Немного что? Причем нельзя кого-то одного обвинить в этом Он вязкий сам по себе Очень много ближней и средней дистанции И с этим спортсмены пользуются Команду, слушай, после команды не идем Головой аккуратно, головой бешеный Бакс! Здесь Батурова действительно предупреждают, чтобы не шелся Это не первый раз Не валился туда вперед Стоп! Стоп! Что, был удар или нет? Нет, удара не было Там терял немножко рвов В переднюю ногу своего соперника Споткнулся там, мне кажется, Лукцанов Но при раунд, мне кажется, снова Батуров забирает Будем открывать грязным боксом в клинче Но все-таки забирает Еще один находится в клинче Очень маленький Батурова нам будет Субтитры делал DimaTorzok Пятый раунд. Ну что, будет Вадим Лапсанов больше двигаться. Все-таки этот грязный бокс, который навязал ему Батуров, вновь увидим в этом раунде. Боусмон продолжает за вот этим высоким боком подходить к своему сопернику. Вот Лапсанов встречает. Но при этом мы видели по повторам из прошлого раунда, что все-таки рука на месте. Команды, слушай внимательно. Первый раз уже рефери такое делают. Да, здесь рефери пришлось уже просто остановить. А это может привести к тому, что будет снят балл и это будет не на руку, конечно же. Боусмон ух. Вот сейчас на самом деле Батуров закидывал свой правый удар и вот несколько раз прям плечом зарядил соперника на голове. Да, а так, к сожалению, говоря, не то, что где-то перебоксировать, а так немножко прям перемолоть своего соперника. Вторая вина, Батуров давит максимально, это давит психологически всегда. Стоп, стоп, стоп. Когда соперник мертвого из любого положения, давит над головой. Как заряжаются оба боксера, эти удары вкладываются. Сейчас... Но тактика все-таки Бугоусмона, она действует. И начинает, мне кажется, так все-таки подуставать. Владимир Лупсанов всегда в заключительных раундах подстает, но что функционально мы видели это в его двух боях, в которых он уступил. Я держусь. Возможно, на самом деле, что тренерский штаб Бугоусмона готовился к этому, понял, что нужно давить сильнее на этого боксера. Вот, пожалуйста, мы увидим результат. Ох, как там опасно бросал Лупсанов, но это выдержал все. И вперед пошел Кубуусмон. Вот этим своим постоянным давлением, вот этой своей агрессией пока нивелирует он все то преимущество, которое в первом раунде заработал для себя Вадим Лупсанов. Батуров зажимает, конечно, Лупсанова и начинает здесь наносить свои удары. О, так, вот таким боковым пробивает Батуров. Там голову очень низко держал, но при этом все равно удар куда-то пришел в височную область. Хорошо по туловище пробивает Батуров. Такие удары могут забрать очень много сил. Ощущение, что Лупсанову нужно просто смещаться, чаще смещаться с ударами. А он не успевает, знаешь, сил уже осталось не так много, а Батуров продолжает идти, вот так вот потихонечку перемалывать своего соперника. Да, конечно, Батуров здесь показывает уже хороший функционал. Не смотря что, то что да. Стоп, стоп, стоп. Батуров сейчас неплохо, пока выше встретил соперника. Все-таки чувствуется, что тяжело ему даются эти минуты. Агрессорам все равно, да, как-то видно у нас Буусмон. Он тот человек, который давит, он тот человек, который сам начинает свои атаки, он тот человек, который поддавливает соперника постоянно канатом. Хорошо по туловише мне показалось пробил Буусмон. Стоп, стоп. Последнее предупреждение этого, перестань, предпадывай, по углам. Владик, что нахуй происходит? Ты не работаешь? Ты не работаешь? Почему? Пусть и не машет. Не машет, не машет. Пусть и не ходит. Пей, пей. 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 Не хватает, оттуда. Не хватает, я сниму очки. Папаев. Папаев, наоборот. Папаев. 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 Шестой из восьми запланированных. Подсказывали сейчас, да, Вадиму Пацанову, что побольше он выбрасывал ударом с дальней руки. И он сейчас неплохо цапнул левым крюком. Да, как раз это и сделал. Такой серийности, да, уже не первый раз повторяем. Ну и, говорят, это в углу здесь у Пацанова не хватает ему где-то. Передвигаться, передвигаться Лупсанову нужно. Тогда он очень неплохо себя чувствует на этой даме. Смотри, пропустил сам один Лубусмон, но два удара успел вернуть. Но Батуров уже не стесняется, просто поднимает руки и идет на ближнюю дистанцию. И там у него все получается. Ну и вот этой своей агрессией так забрал какое-то количество сил здесь у Буусмона своего соперника. И не так, возможно, стал уже, не так остро стал уже Лупсанов сейчас. Вот эта вязкая, постоянная работа на болезни в инсайте забрала очень много сил. Папайба зачислила Лупсанова. Несколько таких апперкотов. Снова делает предупреждение рефери. Уже не первый раз и такое ощущение, да, что, возможно, кого-то будет наказывать. Самое интересное, что наказать-то обоих может. Да, да, да. Оба действуют просто по-разному неправильно. Не в рамках правил. Роу, вообще джек попадает. У Буусмон откровенно вкладывается во все свои удары. Каждый удар вкладывается, особенно, когда подходит на ближнюю. Вот здесь в клинче, конечно, ну очень Лупсанову неприятно. И опять Канатов напирает здесь он, Вадима, и начинает так разбивать. Не все удары точные, но вот эта борьба, два дня, и больше ударов набрасывает здесь Буусмон. И как же тяжело выйти из-под вот этого давления Батурова. Пока ничего с этим не может сделать. Ни футбург никакой не помогает Бесну Псанову. Ох, а там было истолкновение головами, но продолжает, неусловно, идти вперед. Просто, да, иди Батуров. Вадим как будто хочет встретить соперника на один единственный. Но где-то ему не хватает где-то скорости, где-то ему не хватает резкости начала отрыва. Конечно, скорости уже не те, шестой раунд. Последнее предупреждение тебе. Головой не бей. Вот так мы услышали сейчас все. Решки Роман Петров, да, может очень строго с этим поступить. Да, Батурову здесь нужно быть уже внимательным. И не первый раз Лупсанов в дальней руке. Раз перестал бросаться. Да, у Лупсанова открылась над левой грудью. Идренивое сечение. И вполне возможно это может быть столкновение головами. Не мудрено. Ох, как ловно пробивает так. Неплохо тоже Роман Петров. Мне показалось, что Покуров в этот момент свой правый боковой дает по опасности. Немножко борьбы. Поставу концовшего этого раунда. Шестой из восемь. Да, очень хороший темп пока. Водни и борьбы очень много. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Оба, оба, конечно, отдали себя всего в этом проединке. Вы не постоите теперь только дождаться судейского решения. Дорогие друзья, ну, аплодисменты боксерам! Итак, в этом поединке победу единогласным решением судей одержал... Боблосмон Батурас!